Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Андрей Чуев продолжает провоцировать Марину на ревность. Публикует новые снимки с Кристиной. Они ходили вместе в кинотеатр. Его подписчики не верят в новый роман мужчины. Вот некоторые из комментариев. Девушка красивая, а можно поинтересоваться, сколько ты ей платишь. Дочку со всеми Маринозаменителями будешь знакомить. Стали известны итоги голосования во втором туре конкурса «Человек-года». Марина Африкантова потеснила Олю Жемчугову и стала первой. Завершает тройку лидеров все так же Федя Стрелков. Многие зрители недовольны таким исходом голосования. Вот некоторые комментарии. Лучше бы Глебу и Оле квартиру отдать. Господа, вы умные люди, и понимаете, что Учуева с Мариной договорняк. Не голосуйте за Африкантову. Это позор проекта. Нас держат за дураков. Мама Марины Африкантовой жалуется на то, что голосование сделано нечестно. ТНТ-клаб навязывает голосующему другого участника, а именно Ольгу Жемчугову. Татьяна Владимировна пишет. Мне уже много людей написали, что они голосуют за одного, а им Олю ветер навязывают. Нашей Марине не удастся никогда завоевать первое место, так как идет полная несправедливость. Надо составлять протест. Также Африкантова старшая рассказала в видеотрансляции о своем уходе с проекта. Она ушла с гордо поднятой головой, потому что люди не понимают шуток. Участники осудили ее за флирт с Ебаровым, а ей-то уже 70 лет. Просто женщина любит шутить на грани фола, но не более того. Обратно на проект она пока не собирается, будет восстанавливать силы и голос. Также Татьяна Владимировна прошлась по другим участникам. Она подтвердила, что у Игоря Трегубенко есть покровитель на ТНТ, поэтому их пару выгнать с проекта не так легко. Скоро и мама Эллы потянется к ним на проект, но уже не как гости, а как участница. Андрей Черкасов терпит Стеллу только ради конкурса. Андрей на ней никогда не женится, у нее другой менталитет. Как вы помните, Ольга Жемчугова подала иск на мужа Глеба за то, что тот втайне перевел своей подруге деньги. Над Глебом был суд, и Ольга Бузова вынесла вердикт в трое суток изолятора. Подписчики комментируют, Оля плакала, что ей Мишаню поднимать нельзя, а сама мужа засаживает в карцер. Где логика? Глеб только отдохнет в карцере от бытовухи. Дура баба. Новенькая Майя Донцова, которая пришла к Денису Козловичу, не нравится ему. Он написал, «Очень симпатичная, правильная и хорошая девушка без подводных камней, но какой-то великой тяги у меня к ней нет. Коллектив говорит, что я зажрался и мне никто не нравится, но я не могу идти против себя, если не мое, значит не мое. Мне необходима девушка с чертовщинкой, но без перебора, как у Даши Сухорученко». Ваня Барзиков хоть и продолжает ухаживать за Мариной Африкантовой, но отправился на откровенную фотосессию с Дашей Сухорученко. Съемки будут в стиле ВДСМ. 19-летняя Даша любит эту тему. Будут плетки, наручники и откровенные позы. Фанаты проекта удивляются. 19 лет девочке она уже такими делами занималась. Со скольки лет-то начала? Позорище! До чего еще додумаются оргии-извращенцы? Наталья Бичан открыла школу музыки для детей и взрослых на Рублево-Успенском шоссе. На Низ Козлович будет обучать всех желающих современному танцу, а бывшая участница телепроекта Ольга Солнце будет преподавать в ее школе диджейинг. Экс-участницы «Дома-2» Лиза Шароха и Света Торба очень сдружились в последнее время. Девушки проводят много времени вместе. Недавно они посетили Питер, а также вместе ходят в салоны красоты. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.